Иллюзия 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 Поэтому ни в коем случае нельзя себе позволить расслабиться Все, конечно, на секунду тоже растерялись, что нам будет с этим делать Но в дальнейшем, мне кажется, нам удалось придумать некие правила игры, обстоятельства для этого спектакля И все стало, все, как кажется, потекло Ну, вы с артистами же знакомы, естественно, то, что «Обыкновенное чудо» ставили И как выбор был актеров, почему именно эти артисты? Я хотел поработать именно с этими артистами Вот просто самому лично, да? Двух из них я знал прекрасно, потому что они были заняты в спектакле «Обыкновенное чудо» С двумя я еще не работал, и как бы судьба нас не сводила Но я всегда на них так с прищуром смотрел издалека И мне очень хотелось с ними поработать Это чуть-чуть старшее поколение, но замечательные, очень интересные артисты С которыми мне вот интуитивно я хотел, хотел наконец-то с ними в каком-то материале соединиться И вот повезло, и я ни секунды не разочарался Наоборот, очень-очень благодарен им Очень у нас резво идет работа, как мне кажется Ну вот мы не были на репетиции, не смотрели, не знаем, как вы там общаетесь Расскажите атмосферу Как все у вас там весело, либо это строгое? Вы как относитесь к артистам во время репетиций? Я абсолютно убежден, что артиста надо любить Я совершенно не сторонник каких-то там методов тиранских и все остальное Да, что режиссер это вот строго И на самом деле за свою школу в современнике 10 лет я проработал в современнике с самыми разными С самыми, можно сказать, лучшими режиссерами нашей страны И никогда я не замечал вот эту вот границу Что я тут режиссер, а вы артисты, вы исполнители И давайте вот все, что я вам придумал, мне тут срочно исполняйте Ни с кем из режиссеров таких отношений не было И все, когда есть атмосфера любви, взаимопонимания И доверия, прежде всего доверия, веры в людей, которые напротив И они начинают верить тебе И вы даже не можете вместе ошибаться и вместе признаваться В том, что вы ошиблись в том или ином куске разбора В том или иной мысли, в той или иной части пьесы Вот как сейчас у нас это происходит Мы вечером выстраиваем одну историю Но с утра начинает что-то, в общем, что-то скрежетать И мы можем, мы имеем силы себе признаться в этом Что мы, может быть, пошли сейчас не туда И начать все заново, начать все сначала Разбирать тот или иной кусок Поэтому в такой абсолютно профессионально-доверительной Можно сказать, дружеской атмосфере Это мне гораздо дороже Если актер может что-то предложить вам Такое может быть? Конечно Выслушать, да, там, вместе что-то создавать Конечно, конечно Ну, это моя задача создать такую атмосферу и условие Чтобы артисты чувствовали, что они тоже часть этого мира Который мы вместе придумываем А не то, что я тут, понимаете, пришел и сказал Вот обязательно так Какие-то вещи, да, конечно, приходит момент Это перед премьерой именно, когда И он должен прийти, когда ты приходишь и говоришь Что все, ребята, есть теперь только два мнения Мое и неправильное Вот, и теперь мы работаем вот так Этот момент тоже должен быть Но до этого все уже должно быть так размято вместе И так проработано вместе Что ты в последующем можешь себе позволить так сказать Что все, теперь вот у нас осталась неделя или пять дней Мы уже только слушаем меня И делаем уже, не задаем лишних вопросов Просто идем к премьере Вот, и такой момент, конечно, и у нас наступит Но сейчас мы абсолютно на тандеме Все сочиняем Расскажите, как готовились к постановке Что смотрели, перечитали, сколько Не только же иллюзии, естественно, что-то еще, может быть Изучали? Ну, я изучал Тоже серьезно Я к этому материалу, как бы, я сначала не знал, с какой стороны подступиться Не знал, с какой стороны подступиться Вот, и поэтому я проштудировал В интернете различные варианты Именно на пьесу иллюзии Авторство Ивана Варапаева я знаю давно И знаю его очень хорошо И по фильмам, и по пьесам И много спектаклей посмотрел в Москве Поэтому он, конечно, совсем Совсем не неизвестный для меня был автор Как и для всех, конечно Вот, поэтому Ну, нет, специально, вы знаете, здесь Мне, как бы, все-таки немного достаточно опыта 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 в работе над постановками Тут главное настроиться Главное поймать Вот эту ноту Ноту поймать Вот, поэтому Мой настрой был только в этом Чтобы Уловить звучание Уловить звучание Уловить мысль, ритм Ритм произведения Вот, и с таким ощущением я полетел С таким ощущением я полетел в Барнаул Именно с ощущением И это самое, на самом деле, важное И самое правильное Иметь это ощущение Первое Вот оно, как правило, оказывается Самым, на самом деле, правильным Безошибочным и важным Первое твое Вот Послевкусие После прочтения пьесы Вот какое у тебя остается Это послевкусие Вот И Оно у меня определенно осталось Именно с ним я прилетел сюда И Дальше уже пытался донести его артистам И слава богу Слава богу Все мы как-то начали на одном языке разговаривать очень быстро. А здесь еще, наверное, атмосфера помогает, да? Говорили же, вы не раз уже, что Алтайский край это не только Родина, но здесь и легче, да? В каком-то плане. Да, родные стены помогают, да. Ну, а гулять-то удается или все время в театре? Ну, сейчас не хочу я, в общем, гулять, да и холодно. Ну, и холодно, чертовски, да, поэтому, да. Обеды, ужины, вот, все остальное умерем в театре. И сейчас вот мы запишем интервью, я вернусь к 6 вечера в театр, и мы опять... Там уже ждут, там уже репетиция. В очередной прогон, в очередной прогон. Также известный факт уже, все СМИ за это зацепились, конечно же, потому что вы не только постановщик спектакля, но и музыка, оформление, все-все-все это. Ну, музыка, это для меня, на самом деле, самый простой вопрос. Да, как в обыкновенном чуде, музыка целиком, полностью мною подобрана. Ну, то есть, чего-чего, а музыки... Какие-то композиции, вот, что за музыка, стиль какой-то, хотя бы можно рассказать? Нет, ну, про стиль я вам не скажу, это музыка, вот, как бы, я ее слышу, она возникает дальше уже... То есть, услышите это только можно на премьере? Пожалуйста, услышите на премьере. Ну, авторов там еще что-то вам называть. Я даже их, честно, имена сам не запоминаю. Они у меня все выписаны, ну, так я вот вам... То, что нравится, нравится, подошло... То, что нравится, да, это происходит действительно спонтанно. Вот даже в любом ресторане я сижу, и из обыкновенного чуда так несколько милой композиций тоже вошло, буквально, на самом деле, то, что я услышал по ходе. Ну, когда твой мозг заряжен, и ты перманентно, круглосуточно думаешь об одной, об одной задачи, об одной работе, то все к этому, все само притягивается, все само притягивается. А что касается сцены, что там будет? Мы были, когда на пресс-конференции, был черный фон. И сразу, ну, вот, опять же... Черного фона не будет, вы просто попали на малую сцену, которая так и оформлена в черный кабинет, в стиле черного кабинета. Вот. Но я не буду всех открывать тайну, потому что как-то будет многое сразу понятно. Вот, многое понятно. Но это не будет минимализм такой, спектакль, не будут люди на трех стульях там и все остальное. Как-то наше решение сразу потребовало. И финансовых вложений, и художественных, и всех остальных. Поэтому вы не увидите пустую сцену. С голыми артистами, так сказать, образно голыми. Вот, все-таки у нас есть вспомогательные вещи всякие. Что касается каких-то таких личных, философских, можно сказать, вещей, для вас лично цель какая-то есть? Вот именно поставить спектакль для чего-то. Что-то даст? Не только опыт, понятно, да, что новый спектакль, да, новая работа как постановщика. Какие-то вот душевные чувства, что происходит? У зрителя? У вас. У меня? Для меня это будет еще один этап. И, надеюсь, все сложится. И я заряжусь на весь оставшийся год. Позитивные, правильные энергии, эмоции. И спокойно вернусь в Москву дальше уже к своим сериалам, к работе какой-то такой-то. К зарабатыванию, ко всему остальному. Я здесь для того, чтобы вот зарядиться, зарядиться от людей, от желательно хорошей постановки. Я не загадываю, посмотрим, посмотрим. Дело сложное, дело непростое вообще. Это действительно как ребенок, он какой он родится, что из него получится. Все это в наших только фантазиях. Придет зритель, и нам всем станет понятно вообще, туда мы шли, или не туда, или мы ошиблись. В самом начале. В общем, впереди это очень сложная вещь. Я могу сказать, что очень много есть в ней неуверенности. Есть своя уверенность, но все может оказаться и не так. Придет зритель, и он нам и ответит на все вопросы, которые мы перед собой поставили. Ошибались мы, или мы двигаемся в правильном направлении. Поэтому спектакль непростой. Спектакль непростой, и тоже зрителю надо по-своему быть к этому готовым. Иван Сергеевич, пригласите тогда зрителей на премьеру. Когда, куда приходить? Вот на третью камеру, пожалуйста. Я всех жду. 3, 4, 5 марта состоится премьера иллюзии Ивана Воропаева на малой сцене Молодежного театра Алтая. Билетов уже очень мало, так что... Успевайте. Успевайте, да, будет. Премьерная публика, конечно, много пригласительных, а это малая сцена. Там достаточно ограниченное количество мест, так что посоветую поспешить, если кому-то интересно. Спасибо огромное, Иван, что пришли. Напомню, с нами был Иван Стебунов. До встречи. Спасибо.